приветствую потные геймеры яку за лайк и драгон это игра в которой скорее всего большая часть из вас не поиграет отчасти потому что японцы ненавидят свободное время и отчасти потому что эта игра странная и непонятные и вообще что происходит велент почему ты не играешь в нормальные игры почему эти люди в мусорных мешках почему эти люди сражаются гантелями почему youtube несколько раз пытался приравнять это видео к порно что вообще происходит и хороший вопрос острая чё-то съела бабусяка спринтерша яку за лайк и драгон это новая часть серии якуза которая по факту является криминальной драмой но при этом например в одной из частей тебе нужно драться на кулаках в лесу с медведем и это даже не самая странная вещь в серии но новая часть с новым главным героем и с новым геймплеем на что крайне интересная причина и чабанка суга очень любит dragon quest что делает его главным героем геймером что уже заслуживает уважения и гарантирует ему доступ в геймерский клуб но в реальности все было тоже довольно интересно для новой части игры на 1 апреля был сделан шуточный ролик где из игры сделали jrpg и как ни странно людям это понравилось и создатель серии вот это кстати создатель серии якузы я надеюсь вы теперь чуточку лучше понимаешь это логично что такой человек сделал такую игру все теперь вырисовывается и логические цепочки выставлены ну да стоп а мы разве не смотрели на нее уже видос до этого когда он играл и у нее там бомж был в друзьях типа и прочее возможно может и другая другая часть может может мне казалось что гг такого же типа ну с этим сафра скорее не афра там непослушные волосы ну да он сказал якуза это теперь jrpg и все тут же согласились потому что с таким человеком никто не спорит новую часть можно писать так это персона но вместо школьников с большими сердцами которые пытаются изменить мир вы играете за бандита который обожает rpg бомжа который умеет натравливать голубей деда ну да по ней мы видос смотрели наверно не у него вэленда у вэленда то был видимо не обзор а просто такой небольшой экскурс в геймплей копа который может драться палкой колбасы и которому явно осталось пару дней до пенсии женщины которая дерется мороженым и поливает врагов шампанским а также мальчика из bts и китайцы которые готовят очень вкусные плох при этом якуза like a dragon это серьезная криминальная драма про человека который из уличной шпаны стал кем-то случайно назвал себя членом якузы чтобы потянуть время будучи в заложниках к нему неожиданно пришел босс клана и отдал за него палец показав что его существование не бессмысленно что его жизнь чего-то стоит и именно поэтому и чабан касуга всеми силами пытается стать членом якузы он пытается отплатить его жизнь начинает иметь смысл он понимает что он больше не один что ему есть куда стремиться и когда у него наконец-то получается стать якузой он пытается сделать мир лучше несмотря на собственный гнилой мир которым он находится и еще он очень любит dragon quest прям очень сильно но в якузе не любят геймеров поэтому боссы чабана отправляет его в тюрьму на 18 лет и когда эти возит он понимает что теперь в мире есть селфи палки и вейпы и люди люди реально играют фортнайт и тогда он понимает что этот мир проклятый возвращается обратно в тюрьму но на самом деле боссы чабана понимает что за все это время и чабан все еще любит dragon quest и что он все еще геймер и у него не остается другого выбора и чабан если ты еще хоть раз при мне упомянешь dragon quest я тебя нахрен застрелю и выкину в мусорку к бомжам сэр вы не можете застрелить из пистолета да и почему же потому что в dragon quest и все стреляют из лука как ты ж сука о походу не шутил про помойку и бомжей и теперь поздравляю ближайшие часы ты будешь искать мелочь собирать банки в гонках против других бомжей а потом игра выдаст что-нибудь вроде бомж очень харизматичный ага поближка или такой о это это довольно резкая смена тона интересно что будет дальше и спустя время тебя босс вайт с краном стоп что на бля у меня есть две новости плохая новость якуза теперь g rpg хорошая новость якуза теперь g rpg серия куза для обычных людей ты без того что-то страшное непонятное что-то что ты не очень понимаешь но то есть предыдущие части были все-таки не g rpg почему-то ты все равно не может вести взгляд у меня есть две из них хочешь трогать а теперь это еще и g rpg зачем за всю жизнь я не встречал ни одного человека который бы любил боев g rpg и не то чтобы таких людей не существует смысле я знаю как минимум одного вова мне на самом деле нравятся пошаговые бои а в g rpg они в принципе пошаговые игры вот например их обожает и не то чтобы не существовало игр с интересными g rpg боями раз они затянуты g rpg очень часто парочку но обычно когда ты слышишь g rpg твои первые ассоциации это гринд и плохой интерфейс поэтому что если ты годами делаешь игру в одном жанре и внезапно решаешь полностью переделать то к чему все уже давно привыкли по факту обнуляя жанр игры это странно поначалу я думал что все это как-то непривычно но игра довольно быстро разгоняется и дает тебе кучу веселых классов со своими скиллами вроде класса bdsm госпожи которым буквально наказываешь своих врагов превращая каждую битву на улице очень странная порно сука но по ходу игры вам часто придется драться случайные сражения могут быть буквально в двух шагах друг от друга потому что япония крайне криминальная страна и поэтому япония была флаг казахстана по моему да да с бомжами техно корейцами игроками в лигу легенд и даже с тигром ну что если вам не нравится ваш класс и вы скажем хотите иметь силу сатаны тогда просто прокачайте уверенность на курсах английского языка до 8 и станьте black металлистом потому что в этой игре это можно и отправляешься в ростов нет пожалуйста только только не ростов умоляю ты отправляешься в ростов нет пожалуйста прошу то я думал там будет соревнования где будет на скорость гореть фак 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 ага я тоже почему-то вспомнил детройт металл сити но он отправил его в ростов потому что детройт металл сити без армии тебе не нужно слишком часто жать на кнопочки как раньше и вообще даже думать немного надо я не люблю думать думать больно и страшно как я должен запомнить против кого эффективные электрические удары и шарм кстати совет от геймера шарм и электричество в игре в целом крайне эффективные но самое главное помните что в мире якуза самое эффективное оружие это любое не огнестрельное ну то есть приведем конкретный пример как вы думаете эти люди мертвы нет потому что пистолет в этой игре едва наносят хоть какой-то урон в то время как скажем бейсбольная бита по факту якуза это g rpg и она работает по правилам g rpg и да здесь есть перегруженный интерфейс куча циферок и green в некоторых местах тоже желателен но с другой стороны есть вещи которые происходят на экране вещи которые порой заставляют забыть что играешь в рпг вещи которые происходят на экране даже с контекстом игры не всегда получится объяснить своим родителям уж точно если вы спросите меня велин так якуза теперь g rpg я честно скажу что я уже не уверен но мне в любом случае а это нужно наблюдать за тем что происходит извращение какой-то да и так как вы уже знаете игра мне сказали что велин не любит николаса кейджа но ему очень нравится его мемы плохой актер не знаю я бы не назвал вот таким плохим актером он всегда играет николаса кейджа в общем то как очень многие актеры но мне тоже не нравится николас кейдж не не в плане хеято ну просто я к нему равнодушна абсолютно и но и обычно они попадают в роли его это персонаж они не интересуют но и играть николас кейдж а вообще никак у меня в голове персонажа николас кейдж не совпадают вот и поэтому receivingの мне нравится драма, но при этом JRPG про бомжей извращается. Не знаю, я нормально отношусь к нему как к актеру. И поверьте, даже на фоне других частей Якузы это что-то. Но если захотите проверить, я советую начинать с нулевой части, на которую вроде как даже есть русификатор. Хотя и эта часть для знакомства вполне подойдет, и она в целом не очень сложная, не считая некоторые боссфайты. Плюс вам не то, чтобы нужно знать тонну лоры из других частей. Серия Якуза в первую очередь про персонажей. Вот например Кирюха, главный герой всех предыдущих частей. Оу, ну надо же, он хочет драться. Фаталити! Помимо пыток Кирюхи, в Якузе есть 10. Экстрим бандаж. Да, я заметил. И мини-игр, и даже полноценные игры Сеги на автоматах, вроде Virtual Fighters или OutRun. Помимо них, вы можете, скажем, дарить женщинам бонсай до тех пор, пока они вас не полюбят. Или если вас как любого нормального человека не устраивают женщины, вы всегда можете укрепить связь со своими напарниками, включая грязного бомжа. Но вы можете сказать, окей, Велин, раз в Якузе столько всего можно, ответ на простой вопрос, а можно ли в ней выращивать помидоры? И да, можно. Я не очень понимаю, почему, но да, это можно. Возможно, потому что такие вещи делают мир живым. Потому что... Так, я же правильно понял. А можно ли в ней выращивать помидоры? И да, можно. Я не очень понимаю, почему, но да, это можно. Возможно, потому что такие вещи делают мир живым. Потому что иногда ты можешь просто ходить по городу и ничего не делать. И внезапно найти прящущегося мужика, который в целом рад, что ты его нашел, но он ничего тебе за это не даст. Ну, как выглядят сайт-весты в верху The Like a Dragon? Ну, однажды я помог бомжу сделать полку для мальчика, а потом избил отца мальчика за то, что тот запрещал ему дружить с бомжами, что на удивление замотивировало его стать лучшим отцом. И однажды я подрался с цирковым медведем за полотенце. Ну, потому что это всё логично, потому что... У мальчика плохой отец, поэтому он, так сказать, роль отца ищет в бомжах. Всё. Да. Психология. В начале игры на одной из улиц я обнаружил гигантскую кучу мусора. И, как я выяснил, владелец магазина напрочь отказывается убирать его, так как считает его своей собственностью, и так как он находится на территории его магазина. Меня попросили помочь с данной ситуацией, поэтому я поджёг владельца магазина и избил его гигантским вибратором. После чего он внезапно рассказал мне, что весь этот мусор — это вещи его мёртвой жены, и это всё, что у него от неё осталось. Но после того, как я поджёг его и избил гигантским вибратором, он понял, что ему нужно двигаться дальше и что он приведёт свой битнес в порядок, и она будет им гордиться. После этого я продал ему тарелки и взамен купил метательных ножей, чтобы кидать их в местных бомжей. В другой раз полицейский попросил моей помощи. Кто-то по ночам постоянно мочится в городскую реку, что очень расстраивает местных жителей. Поэтому он просит меня поймать этого неуловимого... А не похер ли? Там вон вообще походу бензин вытекает из трубы. ...преступника. Придя среди бела дня, я вижу четырёх людей. Я выбираю одного из них, и... Оу, он... Он всего лишь рыбачил в центре города. Хорошо. В следующий раз у меня появилась вторая попытка, и это однозначно должен быть он. Монах. Судя по всему. Но в этот раз это точно он. Отлично, преступник пойман. Больше никто не будет ссать в реку во время моего дозора. В ещё одном сайдквесте я нашёл на мосту рака, и решил выбросить его в реку. Оказалось, что это был любимый рак бомжа по имени Нэнси, без которой он не может жить. Поэтому я помещал ему найти её. Я отправился на её поиски, а когда нашёл, тут же вернул ему. И внезапно оказалось, что всё это время он хотел её съесть. На что я ему говорю, чтобы он не ел рака, потому что я к ней очень привык, и у нас появилась дружеская связь. Он потребовал от меня купить дорогой набор суши, который продавался только в одном магазине. Но, тем не менее, рак был спасён. И что самое главное, теперь я мог в любой момент звонить Нэнси по телефону, и просить её помощи в бою. Нэнси Чанн. Охренеть! Сайт-квест, где вам нужно избить бомжа из-за супа, и тут же помочь его другу-бомжу купить одежду, чтобы он мог пойти на свидание. Здесь есть сайт-квест, где вам нужно помочь голому парню дойти до магазина одежды, чтобы он успел в больницу к своей, возможно, умирающей бабушке. Здесь есть сайт-квест, где учёные, делающие пылесосы, просят вас миллион йен для своего нового проекта, которым оказывается гигантский пылесос, засасывающий половину города, с которым вам теперь нужно драться. В одном из сайт-квестов вы доходите грустного человека по имени Мистер Мазохист, и он рассказывает вам невероятно... В одном из сайт-квестов вы доходите грустного человека по имени... А, окей, понятно. Мазохосита, блин, опечатался. А может быть, он правда Мазохосита? ...мистер Мазохист, и он рассказывает вам невероятную трагическую историю о том, что ничто на этом свете не способно причинить ему боль, Потому что его кожа настолько окрепла, что он больше не может быть в удовольствии от того, что... А потом, ой, ютуберам быть просто! Что любит. И в надежде он просит вас избить его, чтобы снова почувствовать хоть что-то. Но как бы вы ни старались, мистеру-мазохисту ничто не наносит урон. И вы оставляете его одного на качелях посреди холодной ночи. В конце концов, разве можно существовать в мире, в котором нет боли? А еще я по приколу привел к нему его маму, которая... Что-то знакомое насчет мазохиста, который хотел испытывать боли от того, что его лупили, он не испытывал боль. Где-то я это уже видел. А может быть в предыдущем видосе по этой игре? Отчитал я его, и он сказал, что ему нужна физическая боль, а не психологическая, потому что этого у него хватает. Но в итоге, из-за некоторых обстоятельств, вы помогаете ему найти женщину, которая может сделать ему больно. И дальше, ну... Да-да, большой торт. Но я не могу и не хочу показывать все, что в ней есть. К тому же, монтаж этого видео был настолько мощным, что, судя по всему, стал медленно убивать матрицу моего 1440p монитора. Все эти кучи гигабайт материала, которые он пережил. Все это было для того, чтобы вы сейчас могли смотреть на это видео в этом качестве за него. Он не смог так жить больше. Он умер за ваши грехи. Помимо всего остального, здесь есть две гигантских отдельных игры, одна из которых является гонкой на боевых картах против извращенцев, способная занять вас на несколько часов. Но, к сожалению, я провел гораздо больше времени в игре про менеджмент. И, с одной стороны, я ненавижу отдельную крупную мини-игру про менеджмент. Ненавижу расставлять в ней людей на нужные позиции. Подбирать подходящие здания, обеспечивать нужные работников, чтобы... Да, я вижу, что там питуч. ...была мотивация работать, и на все это нужно тратить несколько часов своей жизни. Просто потому, что если я этого не сделаю, то лишу себя самого эффективного источника заработка денег в игре. И не смогу, например, прокачать свою биту, что меня раздражает, потому что это не весело. Это нормально, я не могу. Я пугать за капитализм. С другой стороны, здесь есть курица по имени Омлет, которая отдельный сотрудник компании, который в ней еще и работает, и ее можно вызывать в трудные моменты игры. А еще работа в компании научила меня бить людей пачкой купюр, дала нового напарника, и в конце еще и дала способность использовать орбитальный лазер, чтобы я наконец-то мог уничтожить Эстонию. Понимаете, о чем я? Если бы в реальной жизни менеджеры, помимо того, чтобы сидеть и пялиться часами в монитор, имели в сотрудниках как минимум одну курицу, регулярно били бы друг друга деньгами, а самые богатые могли использовать орбитальный лазер в своих целях, возможно, экономическая ситуация была бы гораздо лучше во многих странах, а профессия менеджера не была бы такой депрессивной. Многие вещи в Якузе странные и не имеют смысла, они абсурдные и идиотские, но поэтому я ее и люблю, и мне кажется, что каждому так или иначе нужна небольшая порция идиотизма. Я помню этих мужиков с сосками в бане, с фетишем на детство подгузники. Они не в бане были, а там какое-то помещение, там девушки за ними ухаживали. Типа детской комнатой, да. Подвлекало его от обычной жизни и его зоны комфорта, потому что жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на вещи, которые ты тысячу раз уже видел. И, возможно, стоит просто остановиться и сказать, да в задницу все, что я делал, теперь я буду делать вот так. Кто мне помешает? Игорь? Да пошел ты в жопу, Игорь. Я тебя всегда ненавидел. В какой-то момент я потратил несколько часов в мини-игре про сбор банок, не то чтобы это дало мне что-то важное, кроме супердорогой и сильной сумочки, которую я больше никогда не использовал, и которую я купил у бомжа, также продающего саундтрек персоны. Скорее, я делал это потому, что это весело, и просто потому, что мне очень нравится мысль и факт того, что я управляю миллиардной компанией, а потом чисто ради веселья иду гонять с бомжами за банками. И поэтому есть идиотизм и абсурд Якузы Лайка Дрэгон. И именно за это я ее и люблю. На момент выхода этого ролика я до сих пор не играл в большинство ААА игр, просто потому что, насколько бы это ни были хорошие и качественно сделанные игры, я не играю в них, прекрасно понимаю, что они себя представляют и примерно знаю, чего от них можно ожидать. В то время, как уже седьмая часть Якузы, которой, казалось бы, уже нечем удивлять, на тридцатом часу игры выдают мне случайный ивент, на который я наткнулся, просто гуляя по улице, с человеком, который стоит возле туалета и говорит мне что-то в стиле, да, ты достаточно модный, ты нам подходишь, заходи в туалет. И когда я захожу в туалет, пытаясь понять, что все это значит, я нахожу там элитный покерный клуб. Капец! И вот так, по-геймерски. Забавно. Обидно, конечно, что в Якузу локализацию не вставляют, хоть она и в Европе выходит. Игра, где ты играешь за дротом. Спасибо за просмотр, надеюсь понравилось и было интересно. До скорой встречи! Пока! Субтитры создавал DimaTorzok